В Иловайске завершен второй этап работ по восстановлению наружного освещения улиц. Последние семь лет с заходом солнца город железнодорожников погружался во тьму. Теперь в вечернее время зажигаются огни на площади Ленина, на улицах Первомайской, Шевченко, Лермонтова, Левина, Пушкина, Октябрьской, Комова, в переулках Победы и Театральном. Сложность была в том, что на балансе города свет не находился. Он был на предприятии Донецкой железной дороги, провели ряд процедур, которые мы забрали в себе свет. И на основании этого мы начали процедуру введения, как говорится, восстановления всех этих светоточек. Так как железная дорога сейчас в не очень хорошем финансовом положении находится, средств у них не хватает. Теперь все электросети наружного освещения находятся на балансе города. В конце ноября в Иловайске были установлены 50 современных светодиодных светильников. А там, где фонари были в удовлетворительном состоянии, электрики заменили только лампы. В ходе работ пришлось восстановить 2650 метров воздушно-кабельной линии. Помимо этого, подрядчикам были смонтированы два устройства управления. Деньги на восстановление наружного освещения в городе железнодорожников поступили из госбюджета. Было запланировано 610 тысяч, провели тендерные процедуры и приступили к работам. Подрядчик выполнил работу в срок, в сжатые сроки, можно сказать, за неделю. Все было проведено. Еще более масштабные работы по восстановлению наружного освещения города администрация Иловайска планирует провести в следующем году. Электромонтерам предстоит потрудиться на Донецкой стороне. Почему начали, как говорится, с центральных районов, здесь менее было повреждено, потому что, можно сказать, кабель идет под землей. А там все наружное освещение, кабеля все по воздушке идут. В итоге, большие повреждения, большие суммы надо, там более порядка 4 миллионов. Ну, я думаю, все равно мы справимся с этим вопросом. На следующий год тоже будем планировать. Продолжение следует...